Всем привет! Меня зовут Егоров Артём, и это курс, посвященный объектно-ориентированному программированию в Python. Сегодня у нас речь пойдёт о двух новых магических методах. Они называются iter и next, и они очень два важных магических метода, потому что при помощи них ваши экземпляры классов смогут итерироваться. Или другими словами, эти два магических метода позволят экземплярам вашего класса обходиться внутри цикла for. А вот как именно обходиться, и что мы будем обходить? Это мы уже разберём в нашем уроке. Но сперва давайте покажу, что изначально ваши экземпляры нельзя обойти в цикле for. Для этого, смотрите, я уже создал класс student, и при инициализации у него создаются атрибуты имя, отчество и оценки. И вот в качестве примера я создал перемены игр, где у нас хранится студент Игорь, фамилия Николаев, и вот такие у него оценки. Если я попытаюсь обойти эту переменную в цикле for, то мы с вами получим вот такую ошибку. В ней говорится, что наш объект не итерабельный, то есть не поддерживает операцию обхода в цикле. Об этом свойстве итерабл я рассказывал в отдельном видео. Ссылку на него вы можете найти в правом верхнем углу. Но вкратце давайте я продемонстрирую в консоли. Например, списки у нас итерабельные, то есть вы можете их спокойно обойти в цикле for. Но это происходит следующим образом. Python создает итератор. Его можно сделать при помощи функции iter. Вот я передаю ей на вход наш список. И обращаясь к перемене b, мы видим, что это итератор. Итератор представляет собой коллекцию, элементы которого можно поочередно обойти. И обход происходит путем вызова функции next. Вот смотрите, я передаю ей наш итератор, и мы получаем первый элемент. Когда я вызываю второй раз, мы получаем, соответственно, второй элемент, затем третий. И когда итератор у нас подойдет к концу, мы получим с вами ошибку stop iteration. Вот. Далее я не могу его обходить, потому что итератор это такая коллекция, которая обходится только один раз. И, соответственно, если вы хотите вновь пройти по этой коллекции, вы создаете новый итератор. И создать его можно путем вызова магического метода iter. Вот смотрите, в c у нас вновь итератор. И я могу не вызывать функцию next к нашей переменной c, а я могу теперь у c вызывать магический метод next. И получу то же самое поведение. То есть, сперва первый элемент, потом второй, третий. И когда мы обойдем все, получим вновь stop iteration. И каждый раз, когда вы какую-либо коллекцию обходите внутри цикла for, например, список или там, например, словарь и так далее, то за сцены питон превращает это все в итератор. И этому итератору вызывается функция next. И, соответственно, когда ваш итератор подойдет к концу, то есть вы обойдете все элементы, у вас выдавится вот такое исключение stop iteration. Но внутри цикла for это исключение обрабатывается, и поэтому вы не видите эту ошибку. Так вот, моя задача сегодня вам показать, как можно ваш класс сделать тоже итерабельным. И здесь есть несколько вариантов. Первый и не самый очевидный, это воспользоваться магическим методом getItem. Мы его с вами изучали на прошлом уроке. При помощи него вы можете обратиться по индексу к вашему элементу. И давайте среди этих трех аргументов мы выберем имя. То есть я верну selfName по индексу item. И даже не буду проверять, что мы вышли с вами за границу. Так вот, если в вашем классе реализован метод getItem, то питон воспользуется им при помощи обхода вашей коллекции. И вот, смотрите, мы выводим поочередно все буквы вашего имени. Если я здесь напишу surname, соответственно, фамилию, то внутри вот этого цикла for у нас выявятся все буквы из нашей фамилии. Ну, как вы понимаете, если я напишу marks, то мы получим оценки. Но данный метод не является основным способом организации итерации. И вы должны это знать. Но я не буду это удалять, потому что вы сейчас это все увидите сами. Главным же способом обхода вашей коллекции является метод iter. Давайте внутри него я распечатаю текст call iter. И здесь у нас есть несколько вариантов событий. Во-первых, самый простой мы можем с вами сразу вернуть итератор. Что это значит? То есть я вызываю функцию iter и говорю, какое значение я хочу итерировать. Ну, например, я хочу итерировать имя. Да, здесь правильнее selfName. Теперь обратите внимание, что у нас есть метод getItem, который итерирует нам оценки. И есть метод iter, который итерирует имя. Вот среди вот этих двух методов при итерации питон будет руководствоваться именно методом iter. И не будет смотреть на метод getItem. Потому что getItem отвечает совершенно за другое. Он реализует обращение по индексу. И чтобы в этом убедиться, давайте просто запустим программу. Вот. У нас с вами распечатывали все буквы нашего имени. Соответственно, здесь если я ставлю surname, то мы увидим фамилию. Но здесь важно понимать следующее. Мы возвращаем итератор у типа строки. Потому что surname представляет собой строку. И, как я показывал вам в консоли, у самой строки будет вызываться метод next. И так как строка поддерживает этот метод, то есть она знает, как итерироваться. Давайте я вам продемонстрирую это. Вот, например, создам строку abc. Сделаю из нее iter. И к этой перемене я спокойно могу вызвать метод next. Вот мы получим первую букву, вторую, третью и на четвертой получим ошибку. Так вот, то же самое происходит здесь. Но этот метод next вызывается внутри класса str, а не внутри нашего метода. Теперь я вам покажу, как сделать свою собственную полную итерацию. Для этого вы возвращаете наш объект. То есть это указатель на наш self. Вот теперь при такой реализации вы получите вот такую ошибку. В ней говорится, что наш метод iter возвращает объект студент, но он не является итерабельным. Такую же ошибку вы можете получить, если просто, например, вернете число 78. Мы знаем, что числа нельзя обходить в цикле for, и вот у нас получится такая ошибка. Но в нашем случае мы хотим именно научить обходить объект студент внутри цикла for. И вот здесь указывается так раз наш тип объекта. Так вот, когда вы указываете методу iter, что хотите обходить ваш собственный класс, который вы создали, то вот здесь вам понадобится ваш встроенный метод next, где вы уже описываете логику к получению ваших элементов. И в этой логике вы, например, можете описать поочередного возвращения каждой буквы из вашего имени. И здесь нам понадобится указатель на букву, который изначально должен указывать, соответственно, на первую букву и при каждом новом вызове next смещаться вправо. Вот когда мы пройдем все буквы, то мы должны вызывать с вами исключение stopIteration. Это можно сделать вот таким образом. При вызове метода iter, а он будет вызываться, когда мы будем обходить цикле for, мы внутри нашего self'а создадим переменную index, точнее атрибут. Он изначально будет равен 0. 0 это первая буква нашего имени. А в методе next нам нужно возвращать букву, на которую указывает этот индекс. То есть я пишу вернуть selfName по индексу selfIndex. Но если мы с вами сделаем так, то мы будем указывать все время на одну и ту же букву. Видите, у нас будет с вами бесконечный цикл. Поэтому нам нужно индекс с вами всегда смещать. То есть индекс увеличивать на единичку. Но обратите внимание, что изначально индекс у нас был равен 0, а здесь я сразу делаю его другим. То есть беру следующую букву. И при такой реализации я букву и пропущу. Чтобы ее не пропустить, давайте ее сохраним в переменную letter перед нашим изменением индекса. Для этого я вот эту строчку вырезаю, вставляю сюда. Затем увеличиваю индекс. И после этого только возвращаю в переменную letter. Давайте запустим. Вот у нас, смотрите, печатается Y. Но мы сталкиваемся с ошибкой, в которой выходим за границы нашей строки. Потому что у нас индекс бесконечно растет. И когда он станет у нас равен 5, например, мы получим такую ошибку. Поэтому нам нужно добавить условия. По индексу мы обращаемся вот здесь. И в нашем случае для имени Игорь самый большой допустимый индекс равен 3. То есть он на единичку меньше, чем длина. А значит, если наш индекс будет больше или равен, чем длина нашего имени, то мы должны прекратить обход нашей коллекции и вызвать исключение StopIteration. Вот теперь давайте запустим и убедимся, что у нас все правильно работает. И здесь мы с вами реализовали и сам метод iter, и сам метод next. И по методу next мы обходим именно атрибут name нашего класса student. Если вы хотите, например, обходить по фамилии, то вам необходимо заменить name здесь на surname и здесь. Больше никаких действий вроде делать не нужно. И таким образом у нас выявится с вами фамилия. Что касается оценок. Давайте для оценок сделаем свой собственный класс. Мы его реализуем выше. Я это делаю для того, чтобы вы увидели, что метод next может вызываться у других классов. Итак, при методе init мы должны, соответственно, передать значения и их сохранить. И мы дублируем вот этот метод next внутрь нашего класса mark. И здесь у нас есть атрибут value. Значит, мы заменяем surname на value. То есть делаем то же самое. Но у нас нет переменной index. Давайте сделаем ее равной нулю при нашей индивидуализации. А когда получим stop iteration, мы вновь self-index делаем равной нулю. Так вот. Нам нужно с вами теперь вот этот вот список вынести в отдельный класс. Это будет отдельная переменная m. Она будет экземпляром являться нашего класса mark. И эту переменную мы будем передавать в конструктор нашего класса student. То есть теперь вот этот атрибут у нас является с вами оценкой. И чтобы проверить, что именно вот этот метод next у нас вызовется, мы должны в нашем методе iter вернуть итератор от нашего атрибута marks. И заодно давайте внутри нашего next я распечатаю call next marks. И внутри нашего класса student я тоже распечатаю сообщение. Для того, чтобы убедиться, что это сообщение мы ни разу с вами не увидим. Итак, запускаю программу. И мы получаем ошибку, что наш класс неитерабельный. То есть мне остается только добавить вот эту реализацию метода iter в наш класс mark. Вот эти строчки давайте уберем. И здесь мы просто вернем self. То есть наш класс оценки. Вот теперь у нас должно точно с вами все зарабатывать. И мы видим, что перед взятием каждой оценки печатается текст call next marks. И соответственно у нас срабатывает именно вот этот метод. И еще раз повторю, это получилось потому, что здесь мы создаем итератор нашего класса mark. И соответственно у него уже сработают методы iter и метод next. На этом у меня сегодня все. Надеюсь я подробно объяснил вам, как у нас происходит вход коллекции внутри Python. Если у вас остались какие-либо еще вопросы, вы можете смело оставлять их в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго.